Огородников Владимир Петрович Доктор философских наук, профессор, отчетный профессор университета путей и сообщений Это из моих заслуг перед отечеством за 50 лет, моя работа в вузах только 50 лет, исполнилось 51 год, все еще продолжаю работать Ну а я с вами встречаюсь на такой предмет интересный и по содержанию чрезвычайной емки Вряд ли я успею даже справиться с обозначением некоторых эх, исторических и логических Это проблема источников марксизма и составных частей марксизма Конечно, в раскрытии этой темы очень помогает работа Владимира Ильича Ульянова-Ленина Которая была издана еще в 1913 году Вот она у меня отдельной брошюрой, изданной несколько позже Под названием «Три источника и три составные части марксизма» Тут еще присоединена работа Карла Макса Так вот, Ленин, конечно, взял на себя такой труд Не случайно, он никогда не писал никаких работ, больших или маленьких Для того, чтобы увеличить количество публикаций Как вот для нас грешных нужно, я должен, скажем, 6 публикаций в год выдать Это большой труд, я вам скажу А тогда он выдавал гораздо больше, в год гораздо больше Поэтому он писал, что называется, на потребу дня У него все работы актуальны, чрезвычайно Интересно, что абсолютно большинство работ с неприходящей актуальностью И непроходящей актуальностью То есть вот три источника и три составные части марксизма Эта работа актуальна, безусловно, и сейчас А почему? Хотя она как будто посвящена какой-то истории Источнике марксизма И марксизму, который вроде как по свидетельству некоторых наших, так скажем, идеологических противников Уже ушел в прошлое и сейчас не актуален И только вот такие старики, как я Или, может, да, чуть помоложе Ретрограды и мракобесы Продолжают толдыщить какие-то, понимаете, моменты Связанные с историей марксизма И, конечно, с содержанием марксистской теории Во всех его... Во всем его надо разе Ну, смотрите, вот Открываем первую страничку работы Лея Что мы читаем? Учение Макса вызывает к себе К себе, пардон Надо очки надеть Во всем цивилизованном мире Величайшую вражду и ненависть Всей вружавной И казенной И либеральной науке Которая видит в марксизме Нечто вроде вредной секты Вот эти слова Которые открываются Работа Они и сейчас актуальны До сих пор Именно такое отношение к марксизму А почему вредная секта? Дальше Ильин пишет Я не буду его читать Чтобы я превратился из лекторов Что, конечно же Хотят представить марксизм Как каким-то учением К стоящим в стороне Вот столбовой дороги Развития науки вообще И общественной науки в особенности Что-то такое новое Якобы открыл А на самом деле Это не что иное Как вот какие-то Разновидность Как и сейчас говорят Что это разновидность Какой-то религии Поклонения Вот ему Это что-то такое Которое не имеет Вот это учение Никакого-то источника Или источников То есть выпрыгнуло Как Ленин выражается Как черт из табака Кода не возник И поэтому не будет иметь Никакого последствия Да В грядущем Потому что это какое-то Вот стоящее Далеко от всякой науки А тут надо Претендовать вроде как науку И Максим претендует науку На науку, да Ну вот Ленин берется доказать И у него это очень неплохо получается Вот Что Марктизм является Сэкономерным И органичным Продолжением Учений Ну прежде всего даже Буржуазных учений Потому что это время уже Учения возникли В период Становления И Укрупнения Буржуазного строя В Европе И вот Эти-то учения Как раз Явились Важнейшими Источниками И Вместе с тем Предпосылками Марктизм Да Какие-то учения Вот Ленин Дает Достаточно Краткую Характеристику Я сказал Я не буду повторяться За Лениным Надо конечно Прочитать И Конечно Не об источниках Не о составных Частях Марктизма Да Ну Говорить Вот так Очень кратко Я уже сказал Вот В общем Профанация Здесь Знаете Из такой профанации Получается Критика Вот что такое Там Поверхностный взгляд Какой-то Не очень углубленный Надо все Глубоко Рассматривать И источники Существования И счастья И поэтому Я вот Кроме Этой книги Ленина Этой Брошюры Ленина Я принес Еще Такую Пахальную Книгу Вот Заметьте Какая она Желтая Дело в том Что я Начинал Влечения Свою Если хотите Марксизму Вот Сочтение Этой книги Фридриха Энгиса Антидюринг Освечена На критике Евгения Дюринга Современника Энгельса Который В общем Пытался Представить Себя Как Популяризатор Марксизма Да Вот Как Сторонника Сподвижника И популяризатора Ну вот Кстати Когда Маркс Прочитал Одну Такую Брошюру Дюринга По Марксизму Да Вот Язвительно И островно Заметил Если Это Марксизм То Я Не Маркс Потому Что Такая Популяризация Понимаете Вот Ну вот Дюринг Этим Грешил Он По существу Извратил Марксизм Во всех Составных Частях И Даже В источниках Немножко Постарался Вот Эта книга Можно Сказать Библия Марксизма Ну я Так В кавычках Говорю А то Так Подумай Что Марксизм Действительно Разновидность Религии Да В нее Можно Только Верить Или Не Верить Все Рано Не Поймешь Да Вот Как У нас Тючев Писал Россию Уму Россию Не Понять Аршин Им Общим Не Измерить Не Особенная Стать Россию Можно Только Верить Совершенно Неправильно С позиции Науч Понимаете Нельзя Превращать Даже Вот Это Чувство Патриотизма В чистую Веру Но Это Отдельный Рассказ Так Вот Эльгий Камни Не Оставил От Дюринга Но Его Критика Чрезвычайно Конструктивна Вот Здесь Очень Четкое И Лаконичное Изложение Всех Трех Составных Частей Максима В главах Этой Работы И Показаны Даже Перспективы Учения Марксизма Вперед И Очень Много Касается Нашего Время Представьте Себе Там Вот Эльгий Сенглес Конечно Был Не только Популяризатором Марксизма Он Конечно Был Творцом Сподвижником Единомышленником Соратником Маркса И Философией Я Скажу Поскольку Я Достаточно Хорошо Проработал Маркса Эльгиса У меня Дома Собрание Сочинений Второе Здание Правда Не полное Но Основные Работы Там Все Есть Я Достаточно Хорошо Работал И Там Как раз Маркс Эльгис Вместе Другого Перекрывает Вот В некоторых Томах Там Только Маркс Представлен Ну Капитал Да А В некоторых Томах Только Эльгис Представлен Вот Как раз Антидюринг И Диалектика Природы Эльгиса В 20 Дома Ну И Вот Я вам Скажу Что С точки Зрения Философии Марксизма Как Составная Часть Забегая Вперед Маркс Эльгис Философия Маркс Эльгис Сделал Больше Маркса Больше Маркса Он Переосмыслил Вот Он Пишет Тут В Антидюринге Что Гегель Он Его Портрет Юный Висит Тут Да Тут У меня Лежит Работа Гегеля Наукологики Главная Его Работа Гегель Конечно Разработал Диалектику На идеалистической Основе Она У него Стояла На голове Образно Говоря Да А наша Задача С Маркс Была Поставить Ее на ноги На прочный Фундамент Материализма Вот Эта Задача Ими Была Решена И надо Сказать Если говорить О философии Максизма Да И даже Диалектико-материалистическом Подходе Ко всему Диалектико-материалистический метод То это Большая заслуга Но Я Так Немножко Растекся Вот Так вот Ленин Говорит Что Действительно Пытается Представить Что Якобы Марксизм Это что-то Такое Далеко Стоящее Столговой Дороги Науки Как я уже Повторял Эту мысль И вот Можно Показать Каковы же Источники Из чего Марксизм Вырастал Ленин Последовательно Ну Не очень Подробно Потому что Это маленькое Брошо Кстати Брошо И еще Я говорил Карл Маркс Работа Того же Ленина Поэтому Не очень Подробно Изучать Марксизм По этой книге Нельзя Нельзя Ничего Если человек Пытается Ничего Не поймет Или поймет Да не так А потом Будет критиковать А я все знаю Это Абрис Это Кулачев Ну и вот Что же Ленин Называет В качестве Источника Вот тут Я прибегну Сколь Скоро У меня Тут есть Значит Слайды Ленин Говорит Что Учение Маркса Оно Опирается На Объективное Развитие Общества Объективное Развитие Вот Именно К этому Перилу В Европе К началу 19-го Столетия К середине В особенности Когда уже Появились Эти зрелые Работы Маркса Энгельса Прошли Такие Преобразования Где В Дите В Производстве Буржуазия Буржуазия Потому что Буржуазия Пролетария Они Связаны Как Диоретических Единок Начала Они Как раз И Породили В бытии Необходимость Новой Теории Развития Общества Которые И Стал Марксизм В целом Во всех Своих Частях И так Вот я Поэтому Конечно Очень Бегом Пройдемся В Ужасной Революции Это Лудиты Вот Кто такие Лудиты В Великобритании Полулегендарный Подмастерье Нед Луд Который Разрушил Свой Вязальный Станок А Англия В то Время Началась Уже Была Владычицей Марии А на чем Она стала Владычицей Марии Вот На Шерсти Представьте Великолепной Английской Шерсти Великолепно Она продавалась По Европе Ей Вот Приносила Капитал Который Был Вложенный В строительство Конечно Фабрик Заводов Новых В том числе Конечно Судопромышленность И так далее Так вот Луд Видел Источник Эксплуатации Повышенной И такой Тяжелой Жизни Очень Короткой Надо сказать Жизни Пролетария Не только Конечно В Англии А везде Повсеместно Жизнь Среднепродолжительность Жизни Пролетария Была ниже Чем Среднепродолжительность Жизни Феодального Крестьянина Что говорит о том Что Вот Так сказать Эксплуатация Труда Была выше У Буржуазии Хотя Буржуазные Революции Ведь они Под демократическими Флагами Выходили Вспомните Французскую Буржуазную Революцию Свобода Равенство И братство Потом он Казал Что это Свобода Равенство И братство Так же Как у Настя Чак Это все Для определенного Класса Там у них Братство Да Олигархов Мощное И нерушимое Да И у них Свобода Они могут Себе позволить Такое Что если Я позволю Так меня На всю Оставшуюся Жизнь Упрячут За решетку Хотят Может Я гораздо Меньше Позвольщик Вот Так вот Лут Он видел Что Все дело В машине Потому что Машина Она задает Темп Они это Хорошо понимали Неграмотные Или полуграмотные Рабочие Хорошо понимали Что именно Вот Машина Здесь Буржуазно В капиталистическом Производстве В машинном Производстве Которая Уже Выросла В промышленной Революции В середине 19-го столетия Европы Да Ряди Ведущих Развитых Буржуазных Государь Так вот Машина Задает Темпы Да Работы И Отсюда Вот эта Эксплуатация Зависит От машины Так вот Значит Маркс Показал Потом Что Конечно Норма Эксплуатации Возрастает В связи с тем Что Производительность Труда Увеличивается И Благодаря Машинному Производству Этим Станкам И Рабочие Это Конечно Там Нормы Прибыли Производства Он Это Ничего Не Знал Не Понимал Но Он Видел Как Он Изнашивается Чисто Физически Как Он Приходит Домой После 12 14 Часового Рабочего Дня И Просто Варится Да Вот А Иногда И Больше Правильно Михаил Васильевич Было В то Время Вот Ну И Поэтому Вот Вязальный Станок Разрушил Якобы Ну Это Полу Легенда Полу Были Так Точно Не Установлен Еще Ну И Этому Последовали Его Товарищи По Работе Да Это Было Первым Таким Восстанием Да Вот Но Это Уже Вот В конце 18 Начале 19 Столетия Врочит Внедрение Машин Немножко Наивно Да Вот Так же Как Мы Сейчас Бунтуем Правда Бунт В Стакане Воды У нас Происходит Буря Против Вот Этой Всей Вычислительной Техники Цифровизации Как у нас Это направлено Что-то Не могло И сама По себе Ну Понимаете Это Все Техника Не виновата Она В том Что ее Используют Вот таким Образом Да И вот Тут Тоже Понимаете Да И безработица Потому что Производительность Выросла Значит Много Лишних Людей Становится Так же У нас Общая Компьютеризация Производства И много Лишних Людей Даже Преподавательский Труд Становится Вроде Почти Излишним Труд Врача Становится Почти Излишним Учителя Понимаете Много Можно Перечислять Ну Вот Удиты Первые Как Почти Не Поняли Суть Эксплуатации Конечно Но Тем не менее Вот эти Восстания Да Чертизм Дальше Не буду Долго Объяснять Да Вот это Движение Рабочих Очень Мощное Вот Смотрите Столкновение Рабочих Чертицов С войсками В Предстане В августе 1842 Года А 1842 Год Это Вот Уже Осталось 6 лет До Выхода В свет Манифеста Коммунистической Партии Маркса Энгельса Да Эти Движения Конечно Их Подтолкнули Да Что же Происходит Надо Понять Надо Какую-то Новую Теорию Создать Старые Буржуазные Концепции И вот Тут Можно Перейти Вернуться К источникам Марксизма Да Разная Политэкономия Да Какие Тут Да И я Тут Пролистаю Это Да Пролистаю Вот И Восстание Эти Вот Видите Рабочее Движение Там В середине И Интернационал Вот И Вот Это Все Надо Было Переосмыслить Ну что Еще Надо Было Переосмыслить Марксу Энгельсу А вот Естественно Научные Предпосылки Об этом Кстати Ленин Не пишет Как-то Так Он упоминает Но Скользь упоминает Он больше Теоретически Затрагивает Справедливо Наверное Но ведь Это Тоже Важный Момент Вот Я Говорил О Дилектическом Материализме Это Новая Философия Марксизма Как раз Ставная Часть Марксизма Так вот Дилектический Момент Не только Из Гегеля Взяли Маркс Энгельс Но еще Обобщая Те Открытия Которые Были Современниками Маркса Энгельса Фактически Вот Плеточная Теория Да Два Удающихся Ученых Биолога Открыли Что Все В структуре Живого Да Начинается С клетки А Какое Это Отношение К философии Максимов Единство Живого Единство Живого Это Дилектический Момент Дальше Учение Превращения Энергии Только Не только Живое Едина Но энергетический Весь мир Связан Превращение Энергии Тоже Дилектическая Идея И наконец Теория Эволюции Дарвина Это уже Совпало По времени С написанием Первого Тома Капитала Да Уже Второй К этому Время Вот Это Вот Естествознание Три удара Начало И середины 19-го Столетия Нанесло По прежней Философии Антидилектической Метафизической По терминологии Дилектической Философии Значит Это тоже Конечно Предпосылка А вот Гуманитарные Концепции О которых Пишет Отдельно Владимир Ильич Теоретические Концепции Это классическая Ужасная Политическая Экономия Уильям Пекти Адам Смит Давид Рикардо Рикардо Портон Я его На французском Мамине Как-то Уже Проперфанце Вот Сказывается Так вот Адама Смита Вы знаете Даже Известный Герой Читал Бронил Гомера Феокрита Зато Читал Адама Смита И был Глубокий Эконом Так вот Акулери А? Акулери Ну Это Нет Акулери Это Как раз Золотой Осел Он Читал Это Пушкин Да Кто Не знает Ну Давайте Адам Смит И Центральная Фигура Почти Что Чем Они Вообще Так Уж Отметились Почему Их Концепция Стала Действительным Теоретическим Источником Марксизма И Политэкономии Марксизма Фундамент Ну Скажем Трудовая Теория Стоимости Одна Из основных Учений Эти И потом Адама Смита И Карта Тоже Конечно Нес Определенную Здесь Свою Так сказать Лепту В это Учение Трудовая Теория Стоимости Раньше Было Непонятно Почему Один и тот же Товар Скажем Выносится на рынок Один одному Качеству По одной и той же Цене И Вернее Виноват По разным ценам А потом Постепенно Рынок Все Как-то так Стабилизирует А почему Потому что Никто не будет Слишком дорогое Покупать А если кто-то Выкинет Слишком дешевое Такого Задают Или убьют Как в наше время Тоже Вполне Широко Используется Такой метод Борьбы Вот Ну вот Конечно Главное Трудовая Теория Стоимости И вот Маркс Особенно Подчеркивал В письме Шмидту Или Другому Своему Корреспонденту Что Меня Часто Упрекают Как говорится Или наоборот Хвалят За то Что я Создал Якобы Теории Классов 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 Борьбы Да не я Вот Буржуазная Политическая Экономия Вот Эти три лица Они уже писали О классах О классовой Борьбе На чем Основано Вот Другое дело Что я Немножко Так сказать Получше В этом Разобрался В чем Основание Каковы Объективные Основания Этой Классовой Борьбы И Они Идеологические Какие-то Разногласия Как у нас Я тут Одну статью Вот сейчас Рецензировал Солидного Человека Фамилию Конечно Не буду Называть Тем более Она вам Еще не Скажет Он Говорит О том Что Плохо У нас В Отечестве В плане Вы знаете Духовной Культуры Наблюдается Деградация Духовной Культуры Деградация Науки Образования И прочее Я с ним Вполне Согласен Но Что он Предлагает Он Говорит Надо Вернуться К истокам Вот мы Об источниках Каким Патриархальной Руси Сферы Соборности Вот у нас Тут собор Недавно Прородился Под этим Девизом Вот что нас Объединит Религия И вера Объединит А если Экономика Нас Разъединяет Да как Мы будем Тут с вами Объединяться Никак не получится Духовное Единство Это Вторичный Момент В отношении К единству Бытийному Деятельностному Мне Собрат Тот Кто рядом Со мной Работает И Получает Примерно Так же Как я Мне Отнюдь Ни собрата Никогда Не будет Единомышленником И собратом Человек Который В день Получает Пять миллионов Рублей Да У вас Миллиард А? А у вас Миллиард Нет У меня Не миллиард Михаил Васильевич Рублей А вообще Это Иголос Егра Да Вот А у нас Михаил Васильевич У профессоров Как вы знаете Пять миллионов И в год Не выходит Хорошо Если Миллион Выходит С небольшими Моментами Какие тут Объективные Основания Для единства Понимаете Так вот Об этом Уже Писали Вот эти Самые Представители Буржуазной Комиссической Экономии Да Вот Они Осветили Уже Свои Теории Зачатки Вот Этого Становления Буржуазного Построя Ну И вот Немецкая Классическая Философия Ленин Тоже Конечно Пишет Об этом Что Немецкая Классическая Философия Велялась Теоретическим Источником Марксизма Философии Марксизма Если Буржуазная Политическая Экономика Была Предпосыл Источником Политэкономии Марксизма То Немецкая Классическая Философия Явилась Таким Теоретическим Источником Философии Марксизма А философия Марксизма Это Дилектический Материализм И вот Диалектический Это момент Ленин Это отмечает Взял Ли Маркс Энгельс У Канта Он уже Решит Немножко Диалектики Но еще В очень Неразвитой Форме Ну Я не буду Об этом Отдельный Разговор А вот У Гигеля Это Было Уже Да Диалектика На объективной Теористической Основе Была Разработана Прекрасно Правда Разобраться В этом Трудно Когда Науку Логике Считают Уже 45-летний Владимир Ильич Левин 45 лет Он стал Долевать Науку Логике То Он все Время На полях Прочитает Философские Тетради Это Как раз Конспект Различных Произведений Ленина Отдельный Тон Полного Собрания Сочинений Толстый Науку Логики Как раз Большое Место Занимает Почетное Ведущее Место И по Содержанию По объему Так вот На полях Он пишет Темна вода Владимир Ильич Гениальный Человек Ну вот Как-то Не может Разобраться Хитро С плетением Терминологии Гегельской Да Но Однако Разобраться И нам С вами Завещал Да Разобраться Ну это Действительно Чтение Вот Михаил Васильевич Большой Специалист Вот У меня Кивает Я на него Еще По диалектике Гегера И по науке Логике И он Популяризирует Это Я Честно говоря Не знаю Как он С этим Справляется Потому что Науку Рогики Читал Неоднократно Будущие Специалисты Как Специалист Уже Я же говорю 50 лет Преподают Философию В вузах Города Слава Богу Как говорят Атеисты Ну вот Так вот Немецкая Классическая Философия Но тем не менее Поэтому я не могу Сейчас вам Даже Какие-то Выдержки Даже те Которые Которые Ленин Приводит Ну вот Гегерская Философия Я еще раз Повторяю Образное Выражение Эльвиса Уже Стояло На голове То есть На объективной Юристической Основе Была Разработана А надо Было Ее Поставить На ноги Что Маркса Энгельса И делали Но не без помощи Людвига Фейербах Вот Уже Не Ленин А Энгельс Опять же В работе Людвига Фейербах И конец Немецкой Классической Философии Тоже Очень важная Работа Энгельса И работа Марксизма По философии Он пишет Что После прочтения Сущности Христианства Фейербаха Мы С Марксом Просто Переродились Удушевление Было Всеобщим Пишет Уже цитирую В переводе На русский Язык Энгельса Мы Сразу Стали Фейербахианцами То есть Материалистами Ну Фейербах Энгельс Отмечает Там Материализм Это был Вот он По образному Выражению Энгельса Но Которая Так сказать Поговорочка Была еще До Энгельса Но тут Очень уместно Энгельса Употребил Фейербах С грязной Водой Гегелевского Идеализма Выбросил Из корыта Отмывая Философию Гегеля И Ребенка Гегельской Философии Диалектику Вот это И что осталось Остался Материализм Но Не Диалектический Метафизический Почему Это я же не буду Говорить Но тем не менее Фейербах Сыграл свою роль Отказавшись От Гегеля Которого Он называл Своим отцом Даже В письме Родителям Хорошо ли это было Читать отцу Фейербаха Когда Фейербах пишет Отцу Что Вот Я служу Лекции Гегеля Гегель Для меня Стал Больше Чем Преподавателем Он Мой Духовный Отец Вот Я бы Получил От своих Детей Мне бы Было Не очень Приятно Такое Но Они Такое Не напишут Они С Гегеля Очень мало Разбираются Мягко Гегель Вот Это уже Мои Проблемы И так Значит Вот Ну Ведь Маркс Энкш Не просто Соединили Гегель Диоректику И Метеоризм Фейербах Да И Получился Диоретический Метеоризм Знаете Даже Для того Чтобы Хозяйки Знают И Вообще Мужчины Тоже Готовят Иногда Да Я тоже Этим Часто Занимаюсь Для того Чтобы Сварить Какие-нибудь Щи Надо Не просто Там Нарубить Капусту Произвольно Мясо Там Да Произвольно Там Насыпать Каких-то Специй Без Разбора Да И Произвольно Варить Это У нас Получится Неудобоваримое Как мы Говорим Да Тут Нужно Пропорции Соблюдать Режим Тепловой Соблюдать И так Далее Точно Так Точно же Диалексику Объективно Идеалистической Оболочке С Материализмом В Антидиалектической Оболочке Нельзя Было Просто Так Это Была Коренная Переработка Конечно И Вот Поэтому Появилась Составная Часть Максизма Философия И Наконец Теория Утопического Социализма Идущая От Томаса Мора Знаменитого Произведения Утопия И рассказ О чудесном Острове Как Ну там Я не буду Пересказывать В котором Все Замечательно Было Правда Одно Было Неясно В 1516 Году Искренно Была Утопия Мор Кстати Пострадал Очень За свои Убеждения Знаете Но не буду Развладать А Море Хотя Конечно Вот Его Утопия Дала название Утопическому Социализму И всем Придуманное Название Правда Некоторые Говорят Непридуманное Перевод У Топос У Это отрицание Топос Топология Это отсюда Место Значит Место Которого Нет Вот этот Остров Он Описывает Мор А нет Такого Не было А некоторые Годи Быть То Не может И вся Теория Социализма И равенства Она Вся Утопична И в том числе И фраксистская Говорят А как доказывать Очень просто Ну вот 70 лет Мы с ГАКом Строили Социализм Социализм И не построили И другие Страны Ну что Вам еще Надо Практика Критерий Это мои Коллеги Вот Николай Николай Критерий Красный Вот Красный Вот только И отвожу Тут Здесь Тоже Есть Телевидение А Тоже Есть Телевидение На Ютубе Потом Выкладываешь Так вот Утопические Идеи Идеи Социального Равенства Правда Такое Странное Когда Матросы Которые Побывали На этом Чудесном Острове Илтопик Где Равенство Такое Справедливость Спрашивают Ну Есть же Очень Грязная Тяжелая Работа А Кто И Это Делает Что Выбирает Да Нет Он Говорит Да Рабы Делают Вот И Приехали Социализму Да Так вот Дальше Томмазо Кампанелло Город Солнце Уже Название Город Солнца И Опять Не решается Вопрос От тяжелых Работ Потом Французы Клод Сен-Симон Да Это Видите Уже Начало 19 Столетия Шарф Фурье И Наконец Англичанин Роберт Оуэн Почему Наконец Потому Что Он Старше Других Видите Вернее Больше Других Прожил Ближе Так сказать Марксу Эльбису По возрасту Жизни Нет А потому Что Он Первый Который Попытался Не просто В теории Что-то Описать А на практике Поехал В Соединенные Штаты Там Такое Свободомыслие Тогда Было В те Года Начало 19 Столетия И Он Пытался Организовать Город Солнце Отдельно Взятые Предприятия Такие У Сан-Симона Курьер Теоретические Разработки Социалистического Строя Были Достаточно Уже Солидные Было Отчего Отталкиваться Поэтому Именно Вот Венин Называет Именно Французских Социалистов Утопистов Как Теоретический Источник Чего Какой С основной Части Социализм Но не Утопичество Научное Чего Научного Социализма Вот Об этом Энгис Отдельно В антидюре Отдельную Главу Отдел Социализма Об этом Подробно Пишет Достаточно Подробно Уже Можно Тут Познакомиться Теперь Что Еще Ну Конечно Тут Маркс Энгис Я не могу Тут Биографию А вот Основные Черты Философии Марксизма Отдельный Вопрос В чем Соединение Диалектики Материализма Диалектическое Материализм Я уже сказал Не механическое Соединение Исторический Материализм Рассмотрение С позиции Диалектического Материализма Истории Развития Общества И Вот Предначитание Того Что Как Начинали Мы Имеется Ввиду Наши Далекие Предки Первобытном Обществе Это уже Маркс Энгису Было Известно Правда Там Передизация Была Не очень Да Грешила Да Далека Была От сегодняшней Но Первобытный Общенный Строй Первобытный Коммунизм Вот Это Для тех Кто Считает Что Вообще Социалистическая Коммунистическая Идея Это утопия Было Такое Было Такое И на протяжении Колоссального Периода Времени Из 100 тысяч Лет Всей Историей Хомо Сапиос На земле 95 тысяч Лет Это Первобытный Коммунизм Это А какие Тут Моменты Коммунистические Кое Что Макс Энгельс Он позоверился Конечно Это Что Во-первых Какие Производственные Отношения Форма Собственности На средства Производства На тех Не было Частной Собственной Не могло Быть Очень Примитивное Орудие Очень Производительность Строитель Низкая Только Сообща Можно Было Обрабатывать Землю Ходить На мамонта Ловить Рыбу Да И Производство Было Такое Общественное И соответствовало Общественному Распределению По Четвертью Общественному И они Сами Точно Не могли Подставить Там С летоисчислением Было Еще Плоховато Распределение По потребностям Но Маленький Ребенок ему меньше нужно. Вот здоровый мужик-охотник, ему больше нужно, да? Чуть меньше дай, чем потребностей, потребностей минимум-минимум для выживания. Чуть меньше дай, целыми племенами вымирали, не урожай, плохо с рыбной ловли, крокодил не ловится, не растет кокос, как в этой песне, и все. Так вот, исторический материзм как раз показывал, что история общества это не какие-то, понимаете, скачки вдруг в какое-то новое состояние, никак не подготовлены ничем, что это процесс закономерный, и этот закономерный процесс подчиняется диалектике Гегеля. И вот есть такое полуанекдотичное, но основанное на фактах, в случае, когда молодой Маркс приходит к Энгису и говорит, Фред, они там друг друга называли, Фридрих Энгис, Фред был, а Маркс был мавром. Вот у него. Фред, ты знаешь, я тут думал, вот о законе отрицания-отрицания, тут я немножко вынужден, там может быть не всем известно, что по закону отрицания-отрицания в развитии идет повторение консуществующих этапов через двойное отрицание на новом высшем уровне. И вот это я так вот, очень схематично дал этот закон, извините, больше надо целую лекцию читать. И так, значит, он говорит, Фред, вот я понимаю, что тут задумался над Гегельским законом этом, отрицание-отрицание. Ведь не только, как у Энгиса, пардон, у Гегеля, овес, он приводит Гегель, с зерном овса посадили зерно в землю, вырос росток, росток, это стебель отрицания зерна, но сохранение того, что было в зерне, потому что посадили овес, не вырастет сосна, да, а все, вот, сохранение, а потом колос, извините за литерацию, заколосился, и, значит, зерна опять появились. Опять зерно, да, зерно отрицает колос, но по отношению к первому зерну это двойное отрицание. И возвращение, якобы возвращение, но это уже другое зерно, его больше стало, да, и так далее. И вот он говорит, не только, он, Энгис, что-то говорит, Фред, да не только овес растет по Гегелю, общество-то тоже развивается по Гегелю. И, очевидно, вот, если была общественная собственность на средства производства, коммунистическое распределение, так долго, они не знали, что так долго, тогда, мы сейчас знаем очень долго, я бы, да, я бы описал современную антропологию, сто тысяч лет развития общества, из них только пять тысяч лет для наиболее продвинутых обществ, это классовое общество, вот, да, где вот эксплуатация человека с человеком, вот, а это вот первобыстный пункт. Так вот, общество тоже развивается по Гегелю, значит, по закону отрицание-отрицание, вот эти периоды становления частной собственности, Маркс еще тогда не определил понятия формации, да, вот, периоды становления частной собственности, они сменятся, в конце концов, как-то возвращением на новую высшую стадию коммунистического общества. Фред обнял Маркса и говорит, мало, мы должны этому, доказательству этого, посвятить свою жизнь. И вот, благодаря этому, мы можем что-то понять, что сейчас-то происходит. Говорит, Максим повторил, все происходит, все по Марксу, все по Марксу. Можно доказать, в любой момент, негативный, позитивный, в жизни человечества, все происходит по Марксу, безусловно. Ну, по Марксу и по Липе, что я вам сказал. Ну, и, конечно, вот, основные счеты философии марксизма, которые относятся не только к философии марксизма, как составляющиеся, и к политэкономии, конечно, марксизма, и к теории научного социализма, да, связь с практикой, как к критериям истины всякого положения, на практике. Вот меня-то тогда, когда я на телевидении был, там, в начале реформаторских лет, мне сказали, ну, практика доказала, что социализм, вот, невозможно построить. Что вам еще? Надо еще эксперименты. Один, кстати, бывший марксист, вот, якобы, да, и коммунист, не буду называть его фамилией, его уже, увы, нет. Вот, он со мной спорил, так что, а мертвых либо хорошо, либо ничего, ничего. Спросить не надо, не надо с вами спорить. Елена, со мной? А, да, ну, это правильно. Это правильно. Это правильно. Да, многие такие, которые спорят, да, уже ушли из этого дела. Ну, так вот, значит, говоришь, практика доказала. Я говорю, практика? Вы знаете, практика очень отстает от теории. Практика должна созреть, понимаете? Скажем, вот, теория относительности была гипотезой до тех пор, пока не были созданы циклотроны и синхрофазотроны, которые на практике показали все эти странности, которые осмеивали ведущие ученые мира, осмеивали Штейна, что это у вас там такое, такой парадокс близнецов, знаете, когда мы не будем, а то я начну говорить об этих парадоксах теории относительности. Вот, так вот, практика, наконец, доказала, что это действительно так, что для частицы, которая разгоняется с лучшей скоростью, начинают действовать эти все парадоксы теории относительности. Собственное время у нее растягивается, что называется, то есть увеличивается, по отношению к неподвижному наблюдателю, ну и так далее. Вот, было пока, не буду сюда ввязать. И вот, практика, значит, должна вызвать, прежде чем быть критерием истины, знаете. Так же и здесь еще не вызвала практика, да. И, в общем, история не является какой-то такой, знаете, перспективой Невского проспекта, как я любил этим классик говорить, полно различных, ну вот Владимир Ильич тоже писал в другой работе, да, детская болезнь ливизны в коммунизме, что бывает в движении отступления, значительное, как сейчас произошло отступление, это, конечно, отступление назад, это деградация, известное общество, что и проявляется и в духовной деградации и прочее. Мы вот вы смеем запас, что да, 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 вот до чего они дошли, там, эти однополые браки и там множество полов, и это искусство, которое уже на искусство не походит. С этого началось, кстати, деформация, с искусством, модернизмом, который до сих пор возвеличивается. Я вот, знаете, выступаю на хороших площадках, демонстрирую картины великих и, так сказать, выступаю в роли того самого мальчика из сказки Андерсона, который крикнул «Король голый», а все кричали «Ах, какой на этот уровень!» У нас так же в политике, в искусстве, везде, да. Кто-то сказал «Великий» сверху, большинство не поняли, но «Великий» же он, значит, он прав. Надо восторгаться, иначе городку прошло. А если не восторгайся, можно и попасть в места не столь отдаленные. Поэтому большинство восторгается, увы, так. Вот. Ну, я вижу, что... Я вам решетку показал, Михаил Васильевич мне часы показывает, что надо закругляться. Вот. Поэтому, значит, я, видишь, такой абрис сделал тоже. Абрис по абрис. Если работа Ленина и источника, то есть основная часть марксизма, это абрис истории и содержания марксизма, то я сделал абрис по абрису, потому что у меня времени было слишком мало. Для того, чтобы вот тут срабатывать теория относительности. Так что, если есть ко мне вопрос, прошу. Да. Прошу, Дед. Два момента хотел отметить. Ну, во-первых, вот Фредди Харлингинс, упоминали, а вчера, оказывается, было 23 года со дня рождения. Человек, да? А второй момент хотел такой спросить. Мы, точнее, мы рекомендовали произведение Ленина, да? Три составные. Три источника? Три источника. Ну, для начала, просто как плана, знакомства. Но есть же еще Георгий Валерьевич Плеханович, который, собственно, начинал всю работу. Георгий Валерьевич, что-нибудь вы можете по-другому говорить? Ну, знаете, видите ли, я ведь не взял на себя смелость. Работа Ленина только план для изучения. Знаете, вот такой адрес проблемы и план для изучения. А конкретные работы, ну, лучше, конечно, читать самого Маркса Энгельса, да? Лучше. Хотя вы, Григорий Валерьевич, еще Плеханову упомянули, Георгий Валерьевич, очень мало. Ленин отдавал должное Плеханову, как очень опытному марксисту, первому, так сказать, вот, действительно, классическому российскому марксисту. Он таким был. Георгий Валерьевич, во многом он считал, он справедливо Плеханова, хоть они разошлись потом во мнении, можно ли построить союзм отдельно взять и в стране, скажем, да, по этому вопросу. Но, тем не менее, своим учителям. Поэтому работы Плеханова, это хорошая популяризация марксизма, но я говорю, вот, все-таки надо пытаться освоить, это сейчас возможно, сами работы Маркса Энгельса, они еще у нас в закрытии не находятся. Вот, понимаете? И вот Ленин-то, многие его работы, и, кстати, работа Плеханова на этом были ориентированы. Вы знаете, Ленин писал, что российский пролетариат выстрадал марксизм, поэтому тянулись марксистские кружки, вот в 13-м году эта работа была опубликована, а ведь Ленин создал и руководил этими марксистскими кружками, вступал в них еще с конца 19-го столетия. Вот, и они колоссальную роль сыграли вот в идеологическом обеспечении революционного процесса в России, конечно. То есть сознание не первично в отношении к бытию. И не может быть такой идеей самого гениального человека, который действительно, как у нас часто бывает, это переезжает в свой уровень. Да? Нет. Не мог Маркс создать чьей пролетарской диктатуры, если бы не было пролетариата, понимаете? Как классно. Не было бы. Поэтому умные люди до Маркса, которые жили еще при феодализме, они эту концепцию не потому что были, глуповаты, да, не могли создать. То есть самый умный человек понимает суть происходящего, грубо говоря, под носом у каждого. Вот, самый умный человек, суть происходящего. Вот. Отсюда, конечно, вот это изучение марксизма только как требовало адаптации, купуляризации, особенно для полуграмотного рабочего класса, который приходил туда. Но мы-то с вами уже не совсем полуграмотные, да, пролетари, поэтому нужно, наверное, уже переходить к изучению, если это нас интересует, волнует как-то, да, и мы хотим разобраться, изучили самих работ. Хотя это сложная работа. Я вам скажу, капитал, первый тон капитала Маркса я читал три раза, у меня есть три конспекта, и каждый раз находил то, чего еще до этого не замечал, понимаете. Хотя я уже был профи, да, у меня главы высших образований, я доктор наук, да, но я читал, когда я еще не был доктором, третий раз я считал, я был уже кандидатом, да, философских, да, материю, да. Но все равно сложная эта работа. И сейчас вот перечитываю, я переслушиваю сейчас, Макс, сейчас представьте себе, первый тон капитала, можно аудиокнигу бесплатно слушать. Я себе скачал, и на сон грядущий, где луч он засыпал, я себе ухожу, и вспоминаю что-то, вы знаете, и думаю, засну, да нет, вот как-то не получается, начинает меня что-то будораживать. Что-то актуальное у Макса, понимаете, то, что нас сейчас волнует. А если нас ничего не волнует, так можно и не читать ничего. Ни Маркса, ни Бургана, да. Искать ответы, почему пролетариат российский выстрадал в Марксе, потому что вот они, пролетариат, так хотели найти путь, по которому надо идти, да, а для этого нужна сущность происходящего. Понятно? Здравствуйте, товарищи. В соответствии с расписанием, которое у нас имеется в Красном Университете, у нас сегодня, вот кроме лекции товарища Огородникова, который он прочитал только что, и еще круглый стол, посвященный организации Звастового. Обычно мы его проводим совместно с товарищем Бобиновым, поскольку он профсоюзный работник, руководитель одного из подразделений профсоюза «Действия». Правда, он больше занимается профсоюзной работой в медицинских учреждениях, но проблемы понятные, потому что проблема та же самая, тяжелые условия труда, низкая зарплата и прочее, и прочее, и соответственно профсоюзы. За профсоюзы, как вы понимаете, сегодня борются с одной стороны работники, чтобы они подчинялись работникам профсоюза и были профсоюзами работников по смыслу, по замыслу. Это что такое? Союз рабочих одной профессии. А с другой стороны, администрация пытается приспособить этих самых, эти организации и соответственно администраторов профсоюзных к тому, чтобы они были верными друзьями, проводниками линии работодателя. А работодатели есть главный эксплуататор в данном случае. Поэтому профсоюзы в большинстве своем, по крайней мере сейчас в России такая картина, в большинстве своем они стоят на стороне работодателей. Ну и поэтому вопрос, который стоит здесь, первый и самый главный, это как этот профсоюз сделать профсоюзом, который бы действовал в интересах работников. У нас есть прекрасные профсоюзы, которые действуют в интересах работников. И я бы назвал их сразу. Это, во-первых, профсоюз авиадиспетчеров. Его председатель является одновременно еще и представителем Ассоциации профсоюзов, которая сделала, так сказать, из двух частей Федерации профсоюзов России, которую возглавляет руководитель профсоюз авиадиспетчеров Сергей Анатольевич. И с другой стороны есть конфедерация. О чем разница конфедерация и федерация? Вот у нас с вами сегодня конфедерация. Вот мы сейчас обсудим, куда пойти, а потом все пойдут каждый по своей дороге к своему дому. Вот и все. То есть в конфедерации нет обязательности выполнения решения этой конфедерации. Поэтому тусующиеся там граждане, в отличие от президента Федерации профсоюзов товарища Ковалева Сергея Анатольевича, они решения никакой конфедерации не выполняют, поскольку и сам смысл конфедерации как раз состоит в том, чтобы обсудить и дальше обратить и делать каждый по своим. Что касается профсоюзов авиадиспетчеров, которые закоперщик этой самой системы федерации, а федерация означает, что то, что решили, то и будем исполнять. И вот если вы откроете в интернете разные виды профсоюзов, вы увидите, что единственный профсоюз у нас в России, кстати, самый боевой и наибольший, который предоставили блага работникам, это профсоюз авиадиспетчеров. Как вы думаете, какое цвета у него знамя? Красного. Красного. Я присутствовал у них на съезде, ну, товарищи, которые докладывали как раз в момент, на учредительном съезде, они говорят, ну, какое нам знамя вывод? Да ясно какое, мы же за рабочих, мы за трудящихся, и мы красное знамя, и все. Никто там даже и ухом не повел, и никому в голову не пришло, чтобы он был голубой, не имел цвет. Хотя все остальные знамена такие. И даже когда вот собирается их там в общее какое-нибудь собрание, вот авиадиспетчеры с красным остальные, надо сказать, что авиадиспетчеры, они не замыкаются в своей работе профсоюзной, они, во-первых, они значительно помогали всегда и газетер, народное право, это раз. Во-вторых, они помогали в организации российского комитета рабочих, и считается вот этот российский комитет рабочих, на котором все товарищи видят, то есть в надпись, но не все понимают, что тут кроме партии рабочего класса, рабочей партии России, кроме фонда рабочая академия, который сейчас возглавляет Виктор Иванович Галко, я являюсь вице-президентом, там несколько вице-президентов. Кроме этого, кроме этого, речь идет о том, что Федерация профсоюзов России является одним из учредителей этого российского комитета рабочих, и он так и называется семинар по рабочему движению Федерации профсоюзов России, Федерации профсоюзов России, а не конфедерации, и фонда рабочей академии, то есть тут запакован профсоюз авиадиспетчеров. Ну а поскольку мы сейчас говорим о запасовке, здесь очень удобный пример профсоюза авиадиспетчеров, потому что обычно, когда начинаешь объяснять, как делать запасовку, как ее организовывать, сразу вам начинают рассказывать, что а нам не дают, а нам не разрешают, а нам запрещено, а мы не должны и так далее. Ну вот я почему взял этот пример? Потому что профсоюзу авиадиспетчеров вообще все запрещено. Поэтому никаких легальных запасовок у них не может быть. А запасовками их были грандиозны. Такие, что вот скажем, на 30% сокращается воздушное движение России на 30%. Ну и с этим были попытки уничтожить этот профсоюз, уничтожить, посадить в тюрьму, судить и так далее. Ну а как могут действовать люди, если им это запрещено? Действуют так, чтобы все то, что они делают, было разрешено. Например, вот вы сюда пришли, поужинали? Зря. Лучше не ужинаете и завтра не ужинаете, у вас акция будет не ужинать, потому что вы протестуете против того всего, что вам мало платят. А если не будут платить еще, и обедать не будете? А потом пойдете прямо около кабинета директора, сядете и скажете, и завтракать не будем, пока не повысите зарплату. Что с вами можно сделать? А ничего. Короче говоря, вот авиодиспетчеры применяли метод голодовки. Сначала они просто собирались и требования свои обсуждали, я их взял и большой командир, авиодиспетчеров в одной большой, так сказать, в одном городе большом, выгнал их на мороз зимой. Они после этого объявили голодовку. Все. А что значит объявить голодовку? Ну обычно вы не поели и пошли на работу. Ну никого это не волнует. А у диспетчеров не так. У них работа идет через врачей. Вот я иду на работу, сначала иду в кабинет, если сразу измеряют мое там давление, сердцевиение, и если врач дает добро, я дальше иду на работу. А если врач не дает добро, я на работу не иду. Но я уже три дня не ел. И вот я прихожу на работу, иду к врачу, врач смотрит. Нет, я там вас не могу допустить. Как? Я должен пойти. Нет, не могу. Да нет, я должен идти. Ни за что. Не допускают врачей. И так врачи не допустили 70% авиодиспетчеров в России. С соответствующим результатом. Вы понимаете, что если 70% авиодиспетчеров, то 70% воздушного движения осталось, а 30% пока остановлено. А есть тут забастовка? Погмально? Никакой забастовки нет. Это один был вариант. Значит, но в Новосибирске оказались грозные работодатели, которые решили проручить этих самых авиодиспетчеров. Они новосибирских авиодиспетчеров отправили в суд, то есть судили и присудили. Что? Ну что можно присудить по поводу того, что вы там не кушали? Заставить Лазарева кушать. Потому что он такой был бы Лазарев. Пришел бы сюда, как сказал бы, тут сразу бы все. Ну вот и вас к вас тоже надо бы судить. Так вы вот смеетесь, а было решение, запретить вот этим десяти рыб, которые решили запретить голодать. Выступает товарищ Ковалев, президент. Ну вот теперь суд, суд наш, запретил вот этим десяти человекам голодать. Они тебе голодать, не будут. Все остальные будут члены профсоюза и диспетчеров голодать, а эти не будут. И результат будет, я вас уверяю, тот же самый. Потому что речь идет не о том, что там где-то в одном месте не летает, а что закрыта треть воздушного движения России. В другом месте они, особенно в Ростове-на-Дону, там какой-то был генерал, и он, этот генерал, помня свою военную, воинскую службу и методы, которые там были, он требовал неукоснительного выполнения его задания. А диспетчер говорит, да мы с удовольствием выполняем задание, но вы, пожалуйста, зарплату-то поднимите, условия труда улучшите. И обеспечьте нам то, что мы, скажем, семьи наши, которые нас не видят почти, чтобы они могли хоть раз в году, а мы все регулируем самолеты, чтобы мы могли к какой-то точке полететь и с этой точки вернуться назад. отдохнуть, поскольку мы здесь на работе. Ну, короче говоря, он решил с ними воевать, а они придумали бесконечное профсоюзное собрание. Как это объяснить? Очень просто. Вот вы пришли сегодня сюда, да? Объявляем бесконечное профсоюзное собрание или бесконечное занятие Красного университета. Отпустим потом Диану Романовну. Диану, вот. Ну, Степан Степанович будет мучиться с народом, как член партии, так сказать, не может. Вот мы отсюда не уходим. Значит, позвоните детям, скажите, вот мы тут задерживаемся при изучении ленинизма, потому что ленинизм быстро за это не одолеть, тем более задержал на 15 минут первый, а второй уже задержал не на 15 минут, а тут вообще все ушло. Завтра что? А завтра? Завтра нет, завтра не приду. Завтра мы тоже. Вот как только работа закончится, сюда и здесь будем находиться. Но это вот картина такая, не особенно много здесь на это будет внимания обращаться. Я имею в виду, вот, когда вы проходите. Они, а ведь диспетчеры, устроили бесконечное профсоюзное собрание, бесконечное профсоюзное собрание в зале ожидания аэропорта в Ростове-на-Дону. То есть туда могут принести жены, с детьми, принести, покушать. Вам не захотелось покушать? Тут вам сейчас придут, принесут и так далее. Ну, вы встаете, а завтра вам в 8 часов вы идете на смену, идете к медикам, а у вас тут голодовки нет, все хорошо, со здоровьем, регулируете, но очень нервирует руководство. Этого самого подразделения ростовского. И они подали в суд. Ну и, значит, суд решал, решал, они как-то озадачены были и решили, что им запрещено проводить профсоюзное собрание с 23 часов до 8 утра. Красота. На завтра в 8 утра в севере диспетчеры сидят в этом зале в соответствии с решением суда и точно так же к ним приходят и до 23 часов. А спать идут домой. Тоже хорошо. И даже больше можно это проводить в собрании. Тут одно время у них акция такая была в Ленинграде, я тут с ними контактировал непосредственно. Вот напротив Чайковского экономического факультета, там такое помещение, в котором они ходили и приходили туда в диспетчеры, которые сделали не голодовку, а только сухую голодовку. Водичку попивают, вот, вы уже приготовились, а есть ничего не надо и будете стройные всегда. Вы и так стройные, будете еще более стройные. Вот они все стройные такие были и все добивали. И все они это достигали. Ничего не получалось, ничего с ними сделать, потому что, а как что сделать? Вот этого самого генерала, который запрещал правосудное собрание ночью через суд, его уволили в конце концов. А я, поскольку приходил туда по делам, вот и газеты, и фонда к товарищу Ковалеву, он показывает, теперь они уже были не в таких условиях, профсоюзный комитет сидел, а в хороших условиях, несколько комнат, помещений, хорошие диваны. Видно, что у них наладились отношения, а тех уволили, с которыми не наладились. Потому что, куда вы денете этих авиадиспетчеров? Но еще никаких тут заголовков, такого рода, что это, так сказать, в данном случае забастовка не было. Однажды я туда привозил материалы российского комитета рабочих. Такой у меня рюкзачок был небольшой, и в нем материал. Я от метро и аэропорт, меня там встретил товарищ Ковалев, мы по дороге идем, и он мне рассказывает. А вот сегодня у нас профсоюз бежит пять километров. Ну я так думаю, о чем он мне рассказывает? Я приехал поинтересоваться профсоюзными делами, он мне рассказывает про то, что профсоюз бежит. Он говорит, Михаил Васильевич, вы же не понимаете, профсоюз бежит пять километров. А потом каждый вендиспетчер идет куда? Врачу. Тык-тык-тык. Я вас не могу, он упустит. Извините. Нет, я должен работать. Нет, извините. И мы пьяно, что за вас буду отвечать. Раз-раз-раз-раз-раз. У вас сократилась работа. То есть не получилась всеобщая забастовка, а получилась забастовка тех, у кого после пяти квадметровой пробежки сильно изменилось давление, число ударов сердечных и так далее. А Ковалев, когда выступал на суде в Новосибирске, он говорит, да, мы поняли решение суда, мы будем его выполнять. Вот эти люди спорим, я за несколько вопросов эти люди будут не будут голодать. Остальные будут голодать. А потом они на следующий раз они придумали, что хорошо, мы не будем голодать, будем переедать. И результат будет тот же самый. Вот, товарищ Лазарев, три торта можете съесть? Не, ну ради профсоюза, ради его устарчива. Постарайтесь. Постарайтесь, пожалуйста. Вот. То есть я понимаю, что вам не хочется три торта, но надо. Мы уже с вами тренировались, между прочим, на днях. так что вот надо порогеть. А дальше вы идете к медикам, а медик говорит, да, товарищ Лазарев, у вас же все вроде так было чисто, так все хорошо, но я вас не могу разрешить вам на это дело. Вы понимаете, что такое управление самолета? Это же вот пугали их тем, что вот в Америке взяли и аэвидиспетчеров всех уволили, которые бастовали. Помните такое дело? Не помните, а я помню. Вот Степан Степанович, он знает. А Ковалев говорит, это сейчас, это другая эра. Это значит в Одессе. Это вы же кого посадите вместо нас? Военных. А военный аэвидиспетчер чем занимается? Развести две точки или свести? Свисти, конечно. Ну давайте, давайте. Вас всех поувольняют и по тюрьмам будете сидеть после этой всей операции. Все отставить. Поэтому все люди, которые твердо решили своего добиваться, они своего добиваются, это все называется что? Это какая забастовка? Неформальная. Неформальная. Формально какая забастовка? Никакой забастовки нет. Или я прихожу на работу, посмотрел на свой станок, на свое или у докеров у них там значит, они ездят на своей на той машине, которая является перегружателем. Он посмотрел, сидит. Вызвал, так сказать, мастера, сказал, что я на этом работать не буду. У нас сколько смертей уже было. Идите, чините. Только быстро давайте, работать надо же. сидит и ждет. Это забастовка. Боже упаси. Вот вы будете работать на неисправном. Это вредительство, если вы будете работать. Себя угробите и других, потому что ваш этот вот, ваш этот ротайка сломается, и она на кого-то наведет. И там такие случаи были реальные совершенно, когда вот поехала машина огромная, которая перегружает контейнер. И контейнеровоз сбил ограду зимой на лед. И человек лед, конечно, тоже проломил, утопил его и погиб, естественно, водитель. Вы хотите, чтобы у нас еще была одна смерть? Или придавят какой-нибудь машиной? Если машина неисправная. Или у вас, вы когда, знаете, что троса есть у башенных кранов? Ну, или у других кранов, которые перегружают. У тех кранов, с помощью которых идет разгрузка судна. Допускается три обрыва, три проволочки, чтобы могли оборваться. А вы четыре нашли. Четыре. И вот вы четыре нашли и будете работать или остановите? Не допустят просто при неисправном кране работать. Рассказывайте. Рассказывайте мне. Рассказывайте. Вы не работали. Не рассказывайте. Как так себя нас не допускали от СССР-35? Это вас не допускали. А докеры себя не допускают в такой работе. Если они находят, что четвертая оборона, вот прежде чем начинать работу, они сначала осматривают. Не кто-то там дядя придет осматривать, инженера по технике безопасности, тем более уволняли во многих предприятиях и не имеют. Они сами осматривают и говорят, нет, это мы не можем. У них требования сданы, конечно, что они требуют, но они очень придирчиво. Так, или техника неисправная, она что? Сплошь и рядом техника неисправная, то одно, то другое, то третье, то четвертое, то пятое. А вы на неисправной технике имеете право ездить? Нет. Нет. А если вы едете, вот вы и есть, так сказать, главный нарушитель, вас надо наказывать. А вы говорите, а я не хочу быть наказан. Я сижу, поэтому, вот я почему висел, не буду я эту лекцию читать, здесь не обеспечено, что там, кислород не обеспечен, у вас есть, товарищ Владимирович, кислород? Достаточно, вы мерили, по-моему, тут не пропедрено давно. Можно и вообще вести лекцию, да еще о забастовках в таких условиях. Это невозможно, закрывая рот, и все, забастовка. И так далее. То есть, короче говоря, вариантов, вариантов таких, очень много. Например, вот что вы должны сделать, когда пришли на рабочее место? Вот что вы должны сделать? Включите заработки. Не надо. Сначала возьмите документы по технике безопасности, и все вот эти, они же есть. И пока вы это не прочитали, но если вы пойдете, начнете работу, вы должны быть вообще увольтены. Согласитесь, да? Видите, он что хотел, какой шустрый час. Раз, мы-то с вами сядем будем читать документы до вечера, а он решил подзаработать. На чем подзаработать? На то, что нас убьют, потому что он будет вот мимо нас ездить и обязательно задавит. Из практики, Михаил Васильевич, один раз читается техника безопасности, и после этого все забывается это, и продолжают люди работать. А вот пусть они и забывают. А вот профсоюз не должен забывать. Это называется тоже забастовка. Вот это все забастовки. Только я говорю, о каких забастовках? Неформальных. Неформальных. Ну вот есть всякие формы, а дальше, я думаю, что вы можете продолжить. Правильно? Разные другие варианты. Ищите варианты, при которых вы не можете начать работу. А знаете, как долго читать эти самые сборники? О, это надолго. Это полдня точно, а вообще-то день. Потом, а Трудовой кодекс есть, кто прочитал, целиком? Один. Все. Два. Целиком. Два. А другие, а вы остальные работаете, генерируем? Да. Так вы все же, можно сказать, преступники, дорогие товарищи. А вы не работаете? Работаете. И не прочитали? Не прочитали. Ну кто вы? Вот тут сознайтесь, честно то есть, честосердечное признание. Он может не преступник, он правда нарушитель. Ну хорошо, будем считать, что он как бы нарушитель. А что такое нарушение? Преступление, это и есть нарушение закона. У вас Трудовой кодекс закон или нет? Или вам он не указ? Закон. Закон. А если закон, а он нарушил, так как же он не преступник? А? Что я нарушил? Как? Трудовой кодекс? Вы знаете, да. А? Что я его не знаю? Ну если вы его не знаете, вы точно нарушили. Я его соблюдаю. Нет. Раз вы его соблюдаете, вы, значит, в ту игру, которую мы сейчас проводим, а именно, как сделать забастовку, не объявляя, что это забастовка, не играете. А мы придумали, как играть в эту игру. И все люди понимают, что это игра. Все люди понимают, что вы это делаете, так сказать, не нарочно. Ну то есть нарочно, а не случайно. Ну а что они могут сделать? Ничего. Ну как вы меня заставите? Вот я инструкцию не прочитал, которую полагается знать на зубок. И что, мало у нас смертей? Мало? А вы не помните, сколько у нас в шахтах случаев, когда специально приборы, сами шахтеры подкручивают, чтобы он не показывал загазованность, а потом взрывается, и там погибает 50-60 человек, или 70 человек в Кутбассе. Недавно были события такие. То есть это, а первое дело, за что нужно доставать? Это за улучшение условий труда, между прочим. А вовсе не за зарплату. Вам эта зарплата один раз поможет, когда, значит, хоронить будут. Вот у меня отец в литейном цеху работал, в ночную смену, так сказать, и неисправный был Рольганг, на котором огромные такие, стоят уже с готовым литьем, но еще вместе с землей. И надо, значит, трясти это дело, и оттуда это выбирать. Земля. А кто-то на той стороне включил, и должно быть, когда нажимается кнопку, гудение должно быть. После этого гудения пробудит там 30 секунд, только после этого можно включаться. А там это не работало. У него раз, так сказать, голову придавило между Рольгангом и бетонным креплением. И все. Ну, не все, в том смысле, что такое поражение было, после которого он долго уже не поражился. И это, что мало случаев гибель у нас на работе. Вот на том же самом Кировском заводе, где выплеснулся металл, и просто сгорел человек, и все, солью аг. Так, и думаете, мало случаев было. Или тот же Овченникова знаете, у него был случай, когда он, говорит, свободный, у него шамповка была. Хорошо он, так сказать, успел вытащить руку левую, а уже по ней бил этот. И так, батюшамповали, и все. В таких случаях, сколько хочешь. Тем более, что, он говорит, всегда имеет какой-то степень защищенности, когда придумано, что делать, чтобы человек включил, и не сразу работало. Горячих таких людей много. Тем не менее, то есть, если взять статистику смертей и нарушений, тьма. У нас, вот, на проспекте Огородникова, который раньше назывался Огородникова, Террежский, там, в самом конце, не в сторону залива, а в противоположную сторону, там госзнамка, фабрика. Ну, и там делали бумагу для денег, для денежных купюр. Ну, и там, вот, это все, раствор такой был, вот, этой самой массы, из которой делали бумагу. Женщина упала туда, и все, растворилась, и сидела. Дескать, я бы сказал, а надо было, не это, держаться, а была ли там вообще, так сказать, было, и так далее. А уж, что касается наматывания волос, на токарный станок, ну, это вот, вот, вроде как, действительно, хорошая такая шевелюра, все, и раз, крутится, скальп снял. Игорь Васильевич, на Адмиралтисте мы работали, там даже фотографии вынесли, в черепе, значит, тут болгарки, диск, наполовину черепа, отрезанные руки, конечности, фотографии, крупным планом. И об этом почти не пишут, поэтому, если вы делаете остановку работы, в связи с тем, что не обеспечены законные условия, законные, не те, которые установил нормы, ваш там, работодатель, это не сятое дело, а вот вы не должны быть нарушителями норм, которые установило государство, потому что вы потом обращаться будете к государству, или они пойдут в государство и скажут, так, так, вот их, пожалуйста, судите, потому что они преступники. Они хотели нас послать на то, чтобы у нас была травма какая-нибудь очень серьезная, или чтобы мы были лишены жизни и здоровья. Поэтому вот вам, пожалуйста, в этом смысле поле для организации забастовок, сколько угодно. Иногда и такие тренировочные бывают действия. Вот докеры, у них там несколько смет на первом контейнерном терминале, они делают так, вот четыре бригады. Вот в эту неделю эта бригада очень тщательно работает медленным темпом. Вот с учетом всех этих обстоятельств. Все остальные вовсю гоняют, все делают, все хорошо. Потом вторая, следующая, потом третья, третья неделя, потом четвертая. Месяц прошел. И в течение этого месяца каждый пропастовал. В чем состоит забастовка? А медленнее работает. Что значит по нормативу? Показываю вам. Что значит по нормативу? Показываю вам. Показываю вам, как я ведь могу медленно читать лекцию, и вы уйдете с нее в 2 часа ночи. Или убежите отсюда, чтобы тут не сидеть. Потому что ехать придется на такси. У всех есть деньги на такси. Вы у вас знаете. Идет сождать. Утро, когда трудятся. Значит, поэтому, поэтому к вопросу о забастовке надо относиться неформально, что я прочитал, и процедура там, т-т-т-т-т. Надо понимать, что это, что такое? Это острое оружие работников, направленное против работодателей. Поскольку работодатели сказали, что надо сделать, они не хотят. Им нормально, так сказать, объяснили, что вы видите, что у нас зарплата реальная, понижается на сколько? На 15% сейчас. На 15% в течение года. А вы нам что делаете? Так вы должны нам, давайте 17% не будете делать. Знаете, как тяжело работать, когда плохо платят? Ой, как тяжело. Темпы, забудьте про темпы вообще, про скорую. Вот вы уже сейчас не будете так вот прямо резко подбегать и делать. Правильно сказать. Я посоветовался с товарищами, они сказали, куда вы спешите? Вы куда спешите? Какой у нас средний возраст? Вы куда спешите? У нас средний возраст повышается или понижается? Понижается. Понижается у нас средний возраст, потому что вы прибавили эти работы еще 5 лет, и люди, которые уже, между прочим, нездоровы во многом, вместо того, чтобы пойти на пенсию и сидеть с детьми, а дети беспризорные, теперь они погибают сплошь и рядом в большем количестве. Вот теперь, значит, 5 лет они работают. И многие, так сказать, умирают гораздо раньше. У нас смертность превышает рождаемость? С какого года? Догадайтесь. С какого года у нас? С 90-го года. Рога с 90-го года. Это называется этот самый крест, буржуазный крест России. Как только, как только наступил, вот уже закончился переходный период от социализма, капитализма, который шел с 61-го по 90-й год, вот с 91-го года все у нас теперь хорошо. У нас все меньше и меньше населения России. Все замечают? Это страшное дело. Население России сокращается. Тревогу бьют. А? Тревогу бьют кто? Кто тревогу бьет? Депутаты. Чувак. Нет, вы не полностью изложили. Депутаты, которые получают по 400 тысяч рублей, бьют тревогу. И за счет Украины приросло. Да, за счет Украины приросло, а за счет погибших во время спецоперации его убавит. Все понимают, что это тут одно прибавляется, а другое. Или механические природы. Давайте к нам будут приезжать. К нам много приезжают, потому что в других местах, в наших бывших советских республиках вообще заводы закрылись. У нас крупнейшие гиганты закрылись, а там вообще позакрывались. Вот у нас, например, киргизы. Киргизов здесь полно. А почему? А ничего там не работает. Ничего. И сюда приезжают, а русский язык они изучают больше, чем свой, киргизский. И я разговаривал с ними, спрашивал, а почему? Ну, потому что, говорят, у нас племена такие разные, не понимаем, если я по-киргизски говорю. А по-русски все понимают. Поэтому нам по-русски нужно больше. И вот у них на два часа больше. Я причем перепроверял прямо с киргизами разговаривал, которые у нас здесь работают. Их здесь много. Я думаю, что тема неформальных забастовок, можно ее не продолжать. Каждый может придумывать, пробовать и думать, что нужно сделать. Вот если я сижу на работе у станка и читаю технику безопасности, можно меня отвлекать? Вот кто придет? Идет мастер сказать, ты что сидишь? Изучаю технику безопасности. Иди работай. А я не могу работать, пока не изучил. А как я должен работать? Тайш Лапер, я вот как вы считаете, я должен сначала изучить, потом работать, или работать, а потом уже на отрубленных руках. А если я начальник, я вам скажу, дома изучаете? Дома? Ничего не знаю, ничего, я знакомиться могу в любое время. Дома. Я уже изучал, а я хочу тщательно изучить. Тщательно будем изучать, или кое-как? Знаете, мы в отделе инструкция идет и все, а там изучать дома. Сиди по ночам или днем. Кто это? Где написано? Вы что излагаете? Вы что излагаете? Я про законы говорю. Я из практики говорю. Вы из практики, а я профессор по качеству экономики и права. Право у нас буржавное. Не надо разводить как то самое. Вы будьте добры, исполняйте законы. Покажите мне закон, в котором написано, что вы дома должны изучать технику безопасности. инструктаж на производстве. Вот инструктаж будет полный. Пока все не изучим, мы в течение трех месяцев не будем работать. Вы не хотите делать забастовку, я понял. Совершенно верно. Я делал забастовку. У него не работает профсоюз. Пока не будет профсоюза и объединения, трогать одного проводить забастовку. Михаил Владимирович, я делал забастовку. А я вам где-нибудь рассказал, что одному надо проводить. Я вам все время по бригаде говорю, а вы мне говорите про одного. Вот авидиспетчеры, они не по одному, они все одновременно, весь, все авидиспетчеры всей страны. Все. Абсолютно. Без единого исключения. Вот тогда это сила. Этого генерала, который, значит, там еще они одну форму проверили, профсоюзное собрание. Вот вы профсоюзное собрание проводили? Проводили? Нет. Вот профсоюзное собрание проводим. У них там большой профсоюз. Значит, как проводим? А вот на работу идешь, пришел на работу, с работы куда? Идешь в помещение этого самого авиаэропорта. И там проводится профсоюзное собрание. Вот сидят люди, вот к ним приходят жены, с детьми, еду приносят, потому что оно не кончается. Сколько часов может профсоюзное собрание высказать? Часто. Сколько угодно. Хоть 300 часов. Вот они делают бесконечно. До какого времени? Ну, пока они выполнят требования, которые они выдвинули. Ну, требования, они что, не бузят, никого не оскорбляют, никому не мешают, потому что те, кто на работу, они отсюда, из помещения аэровокзала, идут прямо на работу, куда? К медикам. Медики тоже, все у них нормально, с давлением, все хорошо, и идут на работу. А вот оттуда, опять же сюда. генерал, который командовал вот этими самыми диспетчерами в Ростове-Дону, решил принять меры и подал в суд. И суд постановил разрешить проводить собрание только с 8 до 23, а ночью запретить. есть, сказали диспетчеры, и стали проводить собрание с 8 до 23. Каждый человек, независимо от того, какая у него смена, 8 часов сидит уже здесь, и отсюда он идет на работу. И до 23 часов. Вот 23 часа они спокойно доезжают, так сказать, и утром, чтобы утром снова прийти. А на работу они ходят тогда, когда он нет графика. Все тут понятно. Что нарушено? Ну, так вот, мысль-то тут главную надо условить какую? Что думать надо. Завастовка это остановка работы с целью добиться заявленных требований. Ну, требования вы объявили. Не хотите? Значит, будут всякие чудеса. Всякие будут чудеса. А чудеса будут, если у вас будут не просто профсоюз, мы вместе, так надо придумать, что будет профсоюз вместе. Что этот профсоюз будет делать? И делать это одновременно. Это и есть союз. Потому что, если мы с вами договорились, а кто-то не делает, это уже не союз. А не в том, что просто запись будет, что вы члены профсоюза. Другое дело, что это можно оформить и как профсоюз. А у них это оформлено как профсоюз. У докеров, диспетчеров. И у докеров еще сделано так, что они не один процент от зарплаты берут взносы, а два. Почему? А потому что один процент, вот на всякие бумажки и на оформление и на то, чтобы иметь, так сказать, освобожденных работников какое-то количество. А второй процент забастовочный фонд. Вот забастовка это идет, там где-то зарплата меньше или закрат больше, но они из-за него проплачивает из-за него проплачивает из-за этого фону и все. И у них есть свой бухгалтер, все это учитывается и все это делается. И это все называется неформальные забастовки, которые можно широко практиковать, особенно в современных условиях, когда люди не готовы к тому, чтобы строго, так сказать, и сами законы еще не знают, и не умеют их соблюдать, и тем более не умеют требовать, ну, значит, но это вовсе не мешает восстановить. Можно подумать, что вот, если вы сейчас читаете вот книжки, которые там вот висят, о забастовках, которые были в России, прямо так все сидели и читали там, какие есть законы. Они что-то взяли, забастовали и стали, потребовали коллективный договор. Вот на Бакинских промыслах, где вот Сталин участвовал в подготовке первого коллективного договора. И никаких законов о коллективных договорах не было, и никакого трудового кодекса не было, и вообще было 11,5 часов рабочий день, а сейчас уже снова 11,5 часов. Похоже, приближается, потому что не соблюдают, а сверхурочные делают сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Причем есть ограничения на сверхурочные ограничения тоже не соблюдаются. Кем не соблюдаются? Прежде всего самими рабочими. Прежде всего самими рабочими не соблюдаются, и сколько таких случаев было, когда человек гнался за тем, чтобы получить много денег, и умер в расцвете лет 50 с небольшим. Эскаваторщик. Рассказывайте, до 50 наверное ушло, не было доживать. Ну, вот так к этому дело идет. На всякий случай перевинули пенсионный возраст, чтобы вы не доживали, и тогда пенсия где останется? Пенсионный год и все. Вот я, например, за свое, отец у меня проработал до 50, с 50 лет у тех, кто был в горячем цеху, я его пенсию за полмесяца получил. На этом все. Все. Это какие годы в России? 71-й. А, еще при советской власти. Да, ну, уже не советская власти, переходный период, социализм и капиталист. Вот, такая штука. Так, ну, а теперь, что касается формальной забастовки. Забастовкой считается социально-трудовой конфликт, в котором стороны занимают различные позиции. Что официально считается? Вы покупаете за 200 с небольшим рублей трудовой кодекс и все там читаете внимательно, потому что я не могу отклониться изложения закона от самого закона, поэтому ничего вот моя лекция в этом отношении не привает и не убавит, потому что изображает, что вот здесь сидят люди, которые не в состоянии прочитать, только не берите вот такие вот тома существуют, которые мои коллеги, я вот профессор по кафедре экономики и права, и знаю, они для того, чтобы деньги получить, вот намахают такую книгу и растолковывают там смысл этого закона. Комментарии. Эти мои комментарии будете пользоваться, они никакой роли вообще не играют, что думает тот или иной юрист, не имеет никакого значения для права. Для права имеет значение закон, значит, право, возведенное в закон воли господствующего класса. И то, что это воля господствующего класса, вы это прекрасно знаете и сознаете. Поэтому, когда вы ждете от законов чего-то хорошего, это наивно довольно, это довольно наивно. Тем не менее, их можно использовать. Да, можете пользоваться, потому что создают условия гораздо хуже, чем законом. Гораздо хуже. Например, вот статья Трудового кодекса. Государство гарантирует повышение уровня реального содержания зарплаты. Все. Точка. Дальше, ответственность есть какая-нибудь для нарушения? Никакой. Вот я не соблюдаю. Я директор фирмы какой-нибудь, предприятия и так далее. я вам не собирался повышать и не буду повышать. Какая у меня ответственность? Никакой. Никакой. Более того, обратите внимание, сплошь и рядом, вот, например, план сейчас есть в России до 30-го года, составлен, утвержден правительством. Ответственность есть за нарушение? А? Нету. У постановления правительства нету. Вот, если вы хотите, вот, а есть правительство, правительство, председатель правительства не может внести проект закона в Думу, а правительство может. А президент один может внести, один. Везет и внесет. А он что делает? Он вместо того, чтобы внести закон, издает указ. А какая ответственность за выполнение указа? Да никакой. Никакой. А и тогда на пути указа хороший указ может быть. Есть хорошие указы, которые изданы президентом. Хорошие, так сказать. Хорошо бы, если они были выполнены. и что там получается. Значит, есть Конституция, если какой-то указ противоречит Конституции, что будет выполняться? Конституция, а вовсе не указ. Если указ противоречит какому-то закону, федеральному закону, федеральный закон, требуется две трети членов Думы, чтобы принять федеральный закон. закон. Ну, а потом, вы знаете, закон идет после Думы, идет в федеральное собрание во главе с мадам Материенко, а потом на подпись президента. Вот, когда вся тройка сработает, тогда это становится законом. А если ответственность никакая не предусмотрена за нарушение этого закона, это пустая бумага. Пусть все люди действуют всегда правильно и хорошо. Давайте проведем такой закон. Виннесем, причем поскольку думцам по 400 тысяч рублей платят в месяц, то почему бы и не внеси такой закон хороший. И все. Поэтому указ дальше идет после закона идет постановление правительства. А после постановления правительства идет указ президента. И какой получается... А есть два вида федеральных законов. Конституционные федеральные законы, то есть они такие, и две трети голосов надо, чтобы принять Конституционный федеральный закон. Две трети голосов. Это не все так проходят. А есть обычные федеральные законы. ФЗ так пишут. ФЗ это федеральный закон, наверное, такой год. И вот получается Есть у вас федеральные законы конституционные, есть простые федеральные законы, есть постановления правительства, есть указы президента. Указ президента четвертой степени важности, четвертой степени, хотя у президента есть право внести в Думу, пропустить через все эти ступеньки и тогда привлекать к ответственности тех, кто не выполняет. А тут я вот чиновник. В указе президента так написано, а в законе так написано. Что я должен указать? Закон. Закон. Я не могу нарушить закон, а если это федеральный закон? Поэтому сколько указов издано, хороших. А они хорошие, но с точки зрения нормы права, очень слабые. Поэтому на ближайшие наткнулись какое-то положение из какого-то закона, и на этом точка. И все. Или, скажем, вот законом предусмотрены нормы организации забастовок. Вы их читали? Эти нормы, если нарушаются. Какая ответственность? Что это? А? Проиграйте дело в суде. И что? И все. И что? А в каком суде я проиграю? Для того, чтобы проиграть дело в суде, надо, чтобы было кого судить. Вот я к вам прихожу сегодня, а вы как раз предприятие бастующее представляете. Так, кто у вас тут статичный комитет? Вы в статичном комитете? Все говорят, не знаю. А вот ушел же, вот только что уж ходил. А Владимир Петрович-то, наверное, он же ушел. Вот он, наверное, в статичном комитете. Да вы что, ребята, я вообще не был. Я не свой. Я вообще доктор наук философских. Я к этому не имею никакого отношения. Ищите тут где-то, где эти. Ну где статичный комитет? Вы собираетесь сообщать, кто в статичном комитете? Нет. А я судебный филисов, исполнитель. Вот закон есть вот, где у вас статичный комитет. А вы говорите, один говорит, может подглавить? Нет, вот есть подглав. А мир же там где-то донаскированный. А вы говорите, а может там у нас есть хворечник такой, там обычно тоже собирается. В общем, ходил я отходил, а у меня, о-о-о-о-о-о, я пошел домой. Завтра приду. Завтра приду. У вас где химитет? Ну походит, походит. И что? Ну как я выполнить могу? Вот если вы не нас серьезные люди, серьезно бастуете, как я могу выполнить закон, если нарушена норма закона? А забастовка? Никак. Я не смогу. Вы об идеальных рабочих говорите, а на деле сдадут, за две копейки сдадут. Да и все. Вот так бы. А вы говорите, а вы не видели, когда вот перед воротами некоторые бегают? Кто бегает? Кто бегает? Дастовый бастовший. А зачем они бегают? Ты заметили? Опоры никакой нет. Потом чего? Опоры нет никакой. Стату давай, не заберутовать, дорогой. Вы не бегаете, не поняли. Они бегают почему? Там есть рейкбрейтер. Вот идет товарищ. Идет товарищ. Ладно, она работает. И он на меня натыкается, потом он натыкается на следующего, потом на следующего. И ему не пройти. Они так бегают, чтобы никто не прошел. Потому что они не могут встать на воротах и не пускать. А бегают-то? Кто там может? Вы бегать можете мне забрать? Не можете. А вот мы будем работать цепочкой вот так вот бегать. Вот они бегают и пропускают сверхдыхер. Ну, грубо говоря, толкают их. Совсем хотите получить? Упасть? Можем расступить. Не-не, я продолжу делать. Он только посмотрел. Когда три машины ОМОНа, встанут, я просто начну бить. Что? Просто начнут все бить. Человек бегает, например, просто человек... Не запугивайте. Не запугивайте. И до 7 утра на заводах по всей России. Тираж 55 тысяч. И с остальным Росбургани никогда не было. Там более грамотные люди. А со стороны охранников, которые из этих структур, которые занимались раньше не бизнесом, а бандитизмом, вот все время приходят, и их все время учат. И даже вот встречу делал товарищ у нас заместитель главного редактора, выпускающий редактор, сидел на встречу с Росбургой, приходит, там у них все раскрашено на три наших номера, все вам обсуждали и так далее, и никаких проблем у нас нет. У нас никаких нет. У нас зарегистрированы газеты, все в порядке. Вы то, что хотите сказать про ваши требования, вы газету напишите. Будет 55 тысяч тренирований, а вы приходите один, одного побьют. И правильно сделают, чтобы не отходить от коллектива. Так что надо действовать коллективно. Вы забастовку сядите организовать. Ну вот об этом сегодня лекция, а не о том, что я вот не буду выполнять, и меня накажут обязательно. Вас накажут, конечно, потому что обрец и ночи. Не потому, что вы неправы. Если неправы, так сказать, много не накажут. А если вы один неправы, точно так же. Даже правы выводят, цену нахажут. Замечательная ситуация. К вашим словам, был когда-то лет недавно, 30-40 лет назад. Да. Отключаем дурочку. Да. Аркадия Райкина. То есть, когда начинают все отмечать дурочку, обычно работодатели встречают дурочку, да? Какая зарплата? Повышают дурочку, а как? А кто будет дурочку? А что? По возле сцены? Да. А то же самое, когда отмечают рабочие. Да. Да. Албас, сижу, бьет. Нет, говорят, что по обычному. Наоборот, на малаи идут. Не надо поставить. Говорят, что повысили зарплату. Вы слышали? Я слышал. Вот этот мне сказал, этот мастер сказал, этот директор сказал, что он был часом. Вы слышали, что зарплату нам повысит? Хорошо. Повысит, повысит. Скоро, постовка кончится. Да. О, мы скоро кончили постовку. Потому что скоро бросится. И что вы думаете? Вот и повысилось. Думаете, пример привести? Вот в этом помещении мы обсуждали вопрос о том, какие требования вызвать кровосодателям АО «Метрострой Северной столицы». И в числе этих требований было повышение заработной платы. Значительное. И начали эти самые подписываются работники. Вот эти требования. Они еще никуда не несут. Вот они просто идут, подписывают, подписывают, согласны? 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 Подписывают, подписывают, подписывают. А там много, сколько? Тысячи. Четыре тысячи лишних, четыре лишних лишних. Подписывают, подписывают. И вдруг недавно, сами что-то стало мало подписывать. Представили. На 27% повысит зарплату. На 27%. Вот здесь мы это все делали. А можно сидеть, так сказать, и вам будут объяснять, есть ли у меня. Спросите у меня, есть ли у меня нету? Я чувствую, вы по-генеральному можете быть вполне. Да, вы что, спросите? Да вы что, хотите? Чтобы вы на строгу идете? Я не могу, каких идей не могут быть. Все ли вы ушли у солдат? Да, вы что, война? Да, да, я слово, а вы тут прибыль, тебе сказали. А то, куда ушли эти там и прибыли? А, об этом вы не хотите рассказать. Куда прибыль в это время уходит? И сколько у нас людей, которые миллиарды получали, отправились куда? На границах. Вот не на Украину, они отправились в развитие страны. Украинские страны. А что касается формального, формальных требований, которые предъявляет государство для того, чтобы ваша ростовка была законной, для этого существует трудовой кодекс. Значит, я могу вам, конечно, излагать его, но это как-то довольно странно, как будто при царе были бы неграмотные рабочие, и тут пришел интеллиент, который ходит на рот, и начинает им рассказывать. И зачитывать то, что они сами могут прочитать. Только я единственного вопроса, не покупайте только вот эти книги, купите вот эти вот, которые стоят 200 грн. рублей. Очень хорошая вещь, не выплаты какие-либо. Когда в коллективе есть какие-то не выплаты, не расширы, все коллективы пишут одновременно заявление, что при основании городов, что выком это, и по первому свисту зеленому выходим. А когда просто ты понимаешь, например, что какие-то там платежи, когда же вот у нас вот, вот даже и изменители, когда же изменители, пустые люди не выходят на работу, и им будут обязаны заплатить за простой. А вот на граждан завоставали записывающим. Это даже не позволит. Крепо мне, совершенно справедливо, я ничего не могу сказать. Я как организм, это, а имеется отношение к руководству, выходу на работу, человек леет. Вынужден, буду говорить, требования работников. Чем САО закончилось, Михаил Иванович? САО с этим, чем закончилось дело? Медрострои. Пока, если бы, пока не закончилось самого, пока получилось, что 27% повышения, сейчас, в наше время, где-то, чтобы получить 27% повышения коллектива, заниматься не? Конечно. Мы учим по управлению какой-то компанией, легко, и даже 50-70%. Да, ну, управлению, да, управлению, да, управлению. Чего вы получаете? Они же... Они, наверное, заработали, получают. Я только на кого получаю, потому что вы, наверное, а не ругаете. Значит, хочу вам сказать, что, сказать, для полноты у нас есть записи в интернете, в моих лекциях, которые просчитаны на экономическом факультете. Там два больших курса, которые я читал, как профессор по кафе экономики и права, а кафе рекомплектологии, которые там есть. Значит, один называют социально-трудовые конфликты, а другой социально-трудовые конфликты и политические составляющие социально-трудовых конфликтов. Вот первые, первые, это, там, 10 лекций, а вторые 11 лекций. Не один час, как у нас сегодня, а в каждой лекции полтора часа. Так что вы можете брать и смотреть. Там больше лекций, хватит на часовой лекции на месяц. Так, еще есть вопросы? Вот насчет предложенной, Ваня, тактики и несообщения участников комитета. Вот тогда такой вопрос, а стоит ли вообще профсоюз вести, ну, содержая какие-то списки своих участников комитета и вообще, в принципе, участников? То есть, с одной стороны, вроде как, да, это полезно для самоорганизации. С другой стороны, это, на мой взгляд, тогда увеличивает риски как раз-таки, что... А какие здесь... Предложенные вам ситуации, иначе все-таки вы знаете, кто находится. Вы вот говорите о такой вещи, которая далека от действительности. А в действительности люди берут и тут несут свои заявления генеральному директору, все члены профсоюза, и просят с них снимать 1% для того, чтобы пересвать, так сказать, на профсоюзный счет. А в итоге они сразу всех членов профсоюза выдают. Хотя, хотя... А это нельзя делать, переводить вот 1% не привлекая управление? Вот можно, я вам просто рассказываю, но громадное большинство, наверное, 95% делает вот так. И сразу они, сразу все раскрывают, кто члены, кто. Это как-то не очень полезно, мне кажется. Ну, такие вот борцы. Я, говорит, выхожу с вами бороться. Первое, что делаю, снимаю каску, снимаю, вот у меня был непробиваемый жилет, я выхожу на выраз с меня, и все, и конец, и вся борьба закончилась. Ну, что за борцы такие? Даже не так, оголяюсь, не подумаю, не вспомнил. Да, идут. Объясняешь им, зачем вам надо. Вот поручите Иванову, и два человека будут его проверять. И на этот счет, пускай собираются эти средства, а профсоюз будет решать, и с него будет сниматься, и этот человек должен будет перечислять туда, туда, туда. Вот и все. Зачем вы это отдаете? Зачем вы профсоюзные деньги отдаете из списка членов профсоюзов, а вы говорите о том, что они там секретные будут? Какие-то, ну, не только секретные. Первое, что делают, и это жамы МСС. Вот сейчас мы сейчас, и мы сейчас пытаемся их вот повернуть в правильную, в этом смысле, направление, чтобы они тут не изобличались. А иначе, так сказать, вы сами все глядали. Вот этот, говорит, засветился. Вот он, а, вот, мы сейчас увидим. Вот правильно, что вы сейчас выступаете, уже не записываете, его уже не узнают. Потому что вы какую-то активность тут проявили, надо к вам присмотреться. А если просто вопрос, скорее, с той точки зрения, ну, списки все-таки, в принципе, нужны, или лучше тогда их вообще... Ну, а как же они нужны? Если у вас организация, вы же должны знать, люди должны по вас оплатить. Но только вы... Ну, списками кто должен обладать? Секретарь, его заместитель. А уже? Все. Ну, это не такие большие... Приходит к профсоюзу Докеров, правком, прокурор. Сидит товарищ Федотов. Вот мой товарищ, наш товарищ, партия, и он там, значит, начальник консалтсменов правового отдела профсоюза. Приходит, дайте список членов профсоюза. Ну, и сидит Федотов, а я тут слева сижу, он справдит. Не дам. Кто-то обомлил. Из профсоюза пришел прокурор. Ой, из прокуратуры. Как это у него есть? Титан, говорю, нет, потому что эти списки я не обязан давать. Я требую это. Как вы можете требовать, когда написано в законе, списки членов профсоюза только через суд, по решению суда. Будет решение суда. А, да, конечно. Тогда его узнаем. Письменное обращение. На письменное обращение будет письменное. Да, да. В течение месяца ответим, что только по решению суда. Да, да, вот и все. И все. И ушел он. И больше не появлялся. И списки никогда ему не давали. И не дадут. Спасибо. Пока не будет решения суда. Вот у нас есть газета. В этой газете. Вот. Сейчас я все-все узнаю. С моей подачи. Вот. Там телефоны какие-то были. Какие-то. Никакие-то. А в каждом городе, друзья, есть люди. Три телефона здесь. Вот стоит товарищ Лазарев. Вот он. Видите? А вы спрашиваете, как нам найти этих людей? Вот он стоит. Так. Попов, вы знаете? Вот он. Вот телефон. Общенников знаете кто? Вот все люди тут. Некоторые люди боялись. Говорят, объявим сейчас на всю страну. Будут звонить. Ну как вы думаете? Сильно много мне звонят. А вы по делу поставите какой-то вопрос, я вам на него отвечу. Выersет! Подожревайтесь. Подожревайтесь. Подожревайтесь про sonoma Завкраина в s Fi! Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok